Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Давайте прочтем его вместе вслух. Готовы? Читаем. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иисус — тот самый Божий Агнец, который стал жертвой за наши грехи. Когда Иоанн Креститель увидел Иисуса, он так и сказал, «Вот Агнец, Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иисус пролил свою кровь на Голгофе за наши грехи, чтобы очистить нас, сделав святыми и непорочными перед Богом и дать нам вечную жизнь. Мы с вами знаем, что без Христа мы все были бунтарями. Без Него мы были грешниками. Едва родившись, мы уже были грешниками и беззаконниками. Мы читаем об этом в 6 стихе 53 главы книги пророка Исаии, где сказано, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас, все наши беззакония». Таким образом, все наши грехи и беззакония, которые мы совершили вслед за непослушанием Адама, как пророчествует Исаия, все они будут возложены на Иисуса. В Посланнике Фесянам 2.13 мы читаем, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Мы были грешниками, разлученными с Богом. И с самого рождения несли на себе тяжкое бремя греха. Мы были далеки от Бога. Между нами зияла глубокая пропасть. Но в тот момент, когда Иисус пролил свою кровь, состоялось примирение. Бог сменил гнев на милость. Мы больше не враги, слава Богу. И теперь, как написано, бывшие некогда далеко стали близки кровью Христовою. Мы уже говорили об этом раньше. Вопрос лишь в том, на самом ли деле мы понимаем важность этого дня, важность крови, и умеем ли мы применять это в своей повседневной жизни. Потому что, если мы этого не понимаем, тогда кровь Иисуса для нас просто религия. Итак, мы говорим о крови Агнца и о том, что это значит. Давайте откроем Римлянам, 3 главу, 20 стих. Римлянам, 3, 20. Кто из вас слышал это выражение? «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». Таким образом, у вас создалось впечатление, что мы все не без греха и лишены Божьей славы. При этом этот стих часто вырывают из контекста. А теперь давайте посмотрим, что это значит на самом деле. 20 стих. «Потому что делами закона не оправдается, иначе не будет признана праведной пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Иными словами, он говорит, что никакие заслуги не оправдают нас перед Богом. «Они вам не помогут». 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья». Скажите, правда Божья. «О которой свидетельствуют законы пророки». Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Если бы мы решили поставить на этом точку, вырвав этот стих из контекста, мы были бы настолько потрясены осознанием собственной греховности, что нам бы не осталось ничего другого, кроме как сказать, «Да, мы все согрешили и лишены славы Божьей». Но смотрите, что дальше. Речь о праведности. В 20 стихе он пишет, «Потому что делами закона не оправдается, иначе не будет оправдана перед ним никакая плоть». Далее он говорит, что праведность не зависит от закона. Затем он заявляет, что мы обретаем праведность через веру в Иисуса Христа, и что она, эта праведность, во всех и на всех верующих. Она не делает различия между грехом и праведностью. Другими словами, если все человечество обретает праведность через веру в Иисуса, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Точно так же, как все согрешили и лишились славы Божьей, все могут стать праведными. Вот что он имеет в виду. Точно так же, как все согрешили и лишились славы Божьей, все могут обрести праведность. Давайте сопоставим два стиха. «Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что, как все согрешили и лишены славы Божьей, так всем дается праведность». Он говорит, что точно так же, как грех пришел в нашу жизнь в результате непослушания Адама, так же мы можем обрести праведность благодаря жертве Иисуса Христа. Понимаете? Скажите «Аминь». Затем он продолжает и говорит, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления «В крови Его через веру». «В крови Его через веру». Что такое вера в кровь Иисуса? Вера в кровь — это знание того, что кровь совершила. Вера в кровь — это знание того, что она мне дает. Вера в кровь Иисуса не найдет применения в жизни верующего без знания того, что она совершила. Если мы только и делаем, что поем и говорим о крови, не имея ни малейшего понимания и знания о том, что она совершила, она будет бессильной в нашей жизни. И как следствие, мы будем нечасто о ней вспоминать. Но я докажу вам, что если у вас нет понимания о крови, вы не сможете заслужить исцеления. Ваши многочасовые молитвы не принесут вам свободу. И даже большие десятины не сделают вас успешными. Пока у вас не будет уверенности, нет, не в себе, а в крови Иисуса. Понимаете, к чему я клоню? Итак, мы узнали, что кровь Иисуса дает нам прощение грехов. В Ветхом Завете, обращаясь к еврейскому народу, Бог показал, зачем нужна кровь Иисуса. Левит, 17 глава. Он замыслил это со времен Ветхого Завета. Он показал, зачем нужна кровь Иисуса. Давайте посмотрим Левит, 17 глава. Левит, 17 глава, 11 стих. Левит, 17, 11. Скажите соседу, всем имением твоим приобретай разум. 11 стих. Потому что душа тела в крови. Душа или жизнь, он имеет в виду животных. Жизнь души животного в крови. Душа тела, души животных в крови. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать, в оригинале загладить, покрыть ваш грех, души ваши. Слово загладить означает покрыть или спрятать. В Ветхозаветные времена делать это приходилось постоянно, потому что кровь животных не могла очистить вас от греха, а только покрывала его. Вот почему ее называют жертвой возмещения. Он говорит, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. На тот момент в расширенном переводе написано, ибо эта кровь служила компенсацией, олицетворяя собой ту жизнь, за которую ее приносили. Лучшее, что люди могли сделать на тот момент, до прихода Иисуса, это использовать кровь животных, которая покрывала их грех. Но им приходилось делать это ежегодно, до пролития крови Иисуса. Так как только эта кровь могла искупить души людей. Давайте откроем евреям 9 главу. Прочтем ее вместе. Похоже, у дьявола проблемы. Теперь, когда вы научились применять кровь Иисуса в любой ситуации, Ему не остается ничего другого, кроме как уйти. Евреям 9, 22. Здесь сказано, давайте прочтем 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Итак, кровь животных покрывала грех, тогда как кровь Иисуса очистила его, покончила с ним, удалила из вашей жизни. Отныне он не покрыт, а смыт. В Писании ясно сказано, без пролития крови не бывает прощения. «Мы были рождены в грехе, впитав его с молоком матери». Для того, чтобы стать грешником, достаточно было родиться. А вот разрушить проклятие, ставшее следствием непослушания Адама, чтобы как-то исправить эту ситуацию и уничтожить грех, могла только искупительная кровь Иисуса. Без пролития крови не бывает прощения. Грех можно искупить только кровью. Пожалуйста, поймите, если бы Иисус не пролил свою кровь, мы бы до сих пор жили в грехе и шли в ад. У нас бы попросту не было никакого выхода. Грех засасывает. Мы называем Иисуса чемпионом, победителем, потому что только Он сумел освободить нас и заплатить за нас выкуп. В Ветхом Завете до прихода Иисуса возмещением за грех служила кровь козлов и тельцов, будучи прообразом крови Иисуса, которая еще только надлежала пролиться. Опять-таки, возместить означает покрыть. Тем самым, они могли угодить Богу и прикрыться, прикрыть свой грех перед Его святыми очами, потому что в Библии, в книге пророка Аввакума 1.13 написано, что чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния. Вот почему до прихода Иисуса люди использовали кровь животных, чтобы покрыть свой грех. Интересно, что хотя в Ветхом Завете слово «возместить» или «возмещение» встречается 48 раз, в Новом Завете оно встречается только один раз. «Да и то по ошибке». Откройте Римлянам 5.11. Римлянам 5.11. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что всегда найдется тот, кто скажет вам, что кровь Иисуса — это кровь возмещения. Но это не так. Кровь Иисуса не покрывает грех. Она очищает его, навсегда удаляя это мерзкое пятно. Римлянам 5.11. Вы скажете, «Ты хочешь сказать, что Библия ошибается?» «Нет». А вот переводчики — «да». 11 стих. Давайте прочтем его вместе вслух. Готовы? Читаем. «И не довольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение» — в английском «ошибочное возмещение», «замещение». В некоторых Библиях здесь стоит пометка, указывающая на неправильный перевод. Правильный перевод — «примирение», а не «возмещение». Другими словами, здесь сказано, посредством которого мы получили ныне примирение. Не замещение, а примирение. Примирение. Неправильный перевод — «замещение». Правильно будет «примирение». Понятно почему. В крови Иисуса мы имеем прощение. Она не просто покрывает или возмещает за наш грех. Она омывает, искупает их, делая нас новым творением во Христе Иисусе. Мы имеем примирение, а не замещение. Матфея, 26 глава, 28 стих. «Запомните раз и навсегда, я слышал много доказательств в пользу заместительного действия крови». Нет, она удаляет грех, как грязное пятно. Матфея, 26, 28. Матфея, 26, 28. Кто нашел, скажите «Аминь». Давайте прочтем его вместе вслух. Готовы? Читаем. «Ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Для чего? Для оставления или прощения, очищения грехов. Сам Иисус говорит об этом. Когда в Ветхом Завете люди получали прощение грехов, их грех был покрыт. Их грех был не прощен. Он был покрыт. Когда они приносили кровь животных, Бог не вменял им грех. Другими словами, это не засчитывалось им за грех, когда они приносили кровь животных, чтобы покрыть те грехи, которые они совершили. Говоря о том, какое действие имела кровь животных, Давид в псалмах пишет. Смотрите, мы разберем эту тему до мелочей, чтобы в следующий раз вы понимали, о чем говорите. В 31-м псалме Давид пишет. «Что их грехи были покрыты, что Бог не вменил им греха». 1-й стих. «Скажите Аминь!» «Блажен человек, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Функция прощения грехов в Ветхом Завете была возложена на кровь животных. Понимаете? Функция прощения грехов в Ветхом Завете выполняла кровь животных, которая покрывала грехи людей. Здесь сказано, «Блажен человек, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Прощение достигалось посредством покрытия греха. 2-й стих. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Бог не вменял им грех, потому что он был покрыт. Это своего рода отсрочка. Эдакий пример долготерпения, толерантности. Просто придя с кровью животных, как и было велено, они не могли получить прощения. Этого было мало, чтобы разрушить действия греха в их жизни. Этого было мало, чтобы обрести Божью праведность в духе. Этого было мало, чтобы стать новым творением во Христе Иисусе. Кровь тельцов и козлов не могла очистить грех, но Бог допустил это, потому что лучшей жертве Иисусу еще только надлежало прийти. Божья воля была в том, чтобы Иисус пролил свою кровь, чтобы не только покрыть наш грех, но вычеркнуть его и вложить свою праведность в наш дух. Простить означает омыть, очистить, удалить. Тогда как кровь Ветхого Завета покрывала грех, кровь Нового Завета очищает их. Должен сказать, что нет ни одного греха, который бы по своей силе превзошел кровь. И если вы пришли сюда с чувством вины за то, что совершили, у меня есть одно средство, которое отмоет что угодно. Это кровь Иисуса, кровь Нового Завета, способная сломить силу греха в вашей жизни, очистить вашу совесть от вины и сохранить вас от вины и последствий греха, чтобы ваше служение и поклонение живому Богу было поистине приятным благоуханием. Дьявол не хочет, чтобы вы служили Богу, не вспоминая и не чувствуя вины за те грехи, которые вы когда-то совершили. Но я принес вам добрые вести. Крови Иисуса достаточно, и отныне вы можете приходить к Богу, не чувствуя за собой вины. И всякий раз, когда обвинитель пытается напомнить вам прошлые грехи, провозгласите кровь и скажите ему, «Кровь Иисуса омыла мой грех». Кстати, если вы хотите позлить дьявола, напомните ему, что речь идет не о крови козлов, тельцов или голубей, а о крови Иисуса Христа. Скажите ему это, напомните ему об этом. Кровь Иисуса. Вот почему так важно не держать зла на людей. Ведь их очистила та же кровь, что и вас. Не относитесь плохо к людям, которые совершили грех. Независимо от тяжести и их греха, кровь способна его очистить. Они могут принять очищающий душ, прийти в воскресенье и с поднятыми руками кричать «Аллилуйя!» «Слава Богу!» и не чувствовать за собой вины, когда дьявол скажет, что дает тебе право славить Бога после всего, что ты сделал, а вы ему кровь. После того, как кровь Иисуса омыла наш грех, Божье отношение к нам нельзя описать как снисхождение или терпимость, а скорее как благодать. Он возлюбил и принял нас в возлюбленном Сыне Божьем. Он не просто терпит нас. К людям в Ветхом Завете через кровь животных Он проявлял терпимость. Смотрите дальше. Евреям 9 глава. Спокойствие, только спокойствие. Евреям 9 глава. Евреям 9. Знаю, что в это трудно поверить. И все же не важно, что вы сделали. Иисус затем и пролил свою кровь, чтобы ничего не мешало вам приходить в церковь. Никто не может запретить вам приходить в церковь из-за того, что вы сделали. Никто не может осуждать и карать вас. Хватит слушать, как дьявол постоянно вам это внушает. Что сделано, то сделано. Но кровь может очистить ваши прошлые, настоящие и будущие грехи. Кровь. Вы тут ни при чем. Перестаньте брать на себя чужие заслуги. Если бы не кровь Иисуса, никакие добрые дела не смогли бы вам помочь. Но благодаря крови Иисуса вы стали ближе к Богу, и теперь вы можете славить Его, взывать к Нему, говоря, в другой раз обязательно получится. И упав, подняться, омыться в крови и сказать, в другой раз получится. Но не отворачивайтесь от Бога, потому что, если бы Он отвернулся от вас, у вас бы не было Его крови. Скажите, я искуплен. Да, знаю, вы не можете этого допустить. Вы говорите, это слишком просто. Ты не понимаешь, как Он может простить меня после того, что я сделал. Вот то-то и оно. Вот что заставляет вас влюбиться в Бога, когда вы понимаете, что Он на такое способен. Когда вы понимаете, что Он на такое способен, хотя вы знаете, что не заслужили этого, что вели себя, как дети дьявола, которые ни на что не годны. И в это время кровь Иисуса очистила вас, несмотря ни на что. Послание Евреям 9, 13. Здесь написано, «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телится через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, если кровь животных на такое способна, то коль мипачи кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Кровь Иисуса очистит вашу совесть и уберет все то, что мешает вам молиться, не дает славить Бога и поступать правильно, чтобы вы и дальше могли служить Богу». Случается, что люди перестают молиться, чувствуя вину за то, что они когда-то совершили. Бывает, что идешь по улице и слышишь, «Привет, пастор, что-то давно тебе не видно». «Давно». «Почему?» «Ну ты знаешь, я тут такое пережил». Омойся в крови и приходи. Что-то не хочется. Как люди посмотрят? Какая разница, как они посмотрят? Важно, как Бог посмотрит. А Бог смотрит на вас через кровь Иисуса. Хватит зависеть от людей. Не думайте о том, что скажут люди. После того, как Иисус умер на кресте и пролил свою драгоценную кровь, вас все еще волнует, что скажут люди. Забудьте о том, что скажут люди и поймите, наконец, какая сила кроется в этой крови. Настало время расправить плечи, высоко поднять голову, вести себя, как человек, который знает себе цену и через кровь прийти в Божье присутствие. Кровь, кровь, кровь. Через кровь. Кровь. И это лишь малая толика того, что сделала кровь. Очистила меня. Стерла мой грех. Помните, как сказал апостол Павел, «Я никому не сделал плохого». А я подумал, как он может так говорить, когда из-за него погибло столько людей? Кровь. Павел верил в кровь. Он говорит, «Я верю в то, что совершила кровь. И если я допущу, чтобы мой грех удержал меня от Бога, если я позволю ему удержать меня от церкви, вот что я вам скажу». Есть мнение, что необязательно ходить в церковь, что для Бога это не важно. Суть не в этом. С Богом можно общаться и дома. Да, можно. Конечно. Но в Библии ясно сказано, «Не будем оставлять собрание своего». Поймите, если все останутся дома, собрание не состоится. Он говорит, «Не будем оставлять собрание своего», как есть у некоторых обычай, как поступают некоторые. Но мы собираемся вместе, чтобы получить обличение, исправление, наставление, поддержку, любовь, рост. После того, как вы согрешили, признак роста — это вернуться в церковь и верить, что кровь очистила вас, и Бог простил вас. Это рост. Вы не будете расти, сидя дома, жалея себя и думая о том, что подумают люди. «Не будем оставлять собрание своего». Мы должны перестать зависеть от людей. Перестаньте бояться людей, чтобы они увидели, что даже если все в вас разуверились, вы верите в кровь. Друзья, нам нужно поверить в кровь. Так что хватит сидеть дома. Дальше. Что еще мы получаем благодаря крови Иисуса? Внимание! Мы спасены от грядущего гнева. Страшный гнев грядет на сынов противления. Три с половиной года гонений и гнева ждут сынов противления. Но мы, будучи грешниками, достойными послушайте, друзья, нас ждал праведный суд и гнев Божий. Но кровь Иисуса избавила нас от грядущего гнева. Пока мы живем под кровью, нам незачем бояться Божьего гнева, который идет на эту землю. Мы избавлены от гнева. Откройте первое фессалоникийцам. Вы спросите, вы верите в грядущие гонения? По мне, так они уже начались, и я не планировал проходить через это снова. Первое фессалоникийцам, пятая глава, девятый стих. Давайте прочтем. Готовы читаем? Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Мы имеем это благодаря крови Иисуса. Отныне мы будем жить с Ним и все делить с Ним. Слава Богу! Послание к римлянам, пятая глава. Смотрите. Римлянам, пятая глава. Девятый и десятый стихи. Как вы помните, термин «оправдать» означает «признать праведным». Посему, тем более ныне, будучи оправданы, чем? Послушайте меня внимательно. Мы с вами были оправданы благодаря крови Иисуса, а не теми добрыми делами, которые сделали. Кровью Его спасемся им от гнева. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Пожалуйста, поймите, что мы обрели праведность только благодаря Его крови. Ваши дела не сделают вас праведными. Другими словами, если вы думаете, что будете ходить в церковь по воскресеньям и тем самым заработаете себе праведность, нет. Я буду петь в хоре и помогать в церкви и заслужу праведность, нет. Вы оправданы кровью. Без веры в кровь вы не будете оправданы Богом. Но в тот день, когда Иисус стал вашим Богом, когда вы сказали, «Я верю», небеса сказали, «Ты праведен». Не за свои дела, но кровью Иисуса. Скажите, «Я оправдан» в крови Иисуса. Вы должны понимать, что в первую очередь дьявол будет атаковать ваш разум, где зарождается грех, пытаясь заставить вас поверить, что вы не свободны, не очищены, неправедны. В свою очередь, кровь Иисуса очищает и изменяет ваше сознание. Хорошо. И вот что еще. Давайте остановимся. Искупление кровью Иисуса. Давайте поговорим об этом. Кровью Иисуса Христа мы были искуплены от силы тьмы. Мы были рабами дьявола. Он делал с нами, что хотел. Он мог заставить нас напиться, сквернословить, изменять, обманывать. Вы скажете, «А кто-то и по сей день так живет». Плохо. Он мог заразить нас болезнью, загнать в долги, заставить жить в постоянной тревоге и страхе. Мы были его собственностью. Адам продал нас ему. Мы стали детьми дьявола. Но кто-то заплатил за нас. Иисус пролил свою кровь и заплатил за наше искупление. Искупление означает, что теперь вы свободны, вы получили свободу. Кто-то выкупил ваш долг. И теперь вы свободны от своих обязательств. Слава Богу. Своей кровью он выкупил нас для Бога, чтобы нам не быть слугами дьявола. В тот момент, когда мы принимаем его Господом и Спасителем, когда его кровь очищает нас, мы переходим из царства тьмы в царство его возлюбленного сына. слава Богу. Из царства сатаны в царство Бога нашего. С этого дня дьявол не имеет над вами власти. Когда через кровь Иисуса вы вошли в Божье царство, он утратил свою власть. Давайте скажем, дьявол, я в Божьем царстве, ты не имеешь власти надо мной. У него нет над вами власти. Вы собственность Бога, и дьявол не может делать то, что ему захочется. Он ничего не сделает с вашим духом, душой и телом. Иисус освободил вас своей кровью. Вы свободны, не подвергайтесь опять игу рабства. Откройте колоссянам. Вы скажете, почему верующие грешат, потому что им хочется. Их никто не заставлял, но им этого хочется. Колоссянам первая глава, стихи с 12 по 14. Здесь сказано, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы. Скажите, я избавлен от власти тьмы. Бог ввел меня в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Подумайте об этом. Я был искуплен. И теперь я могу не грешить, если не хочу. Могу не изменять жене, если не хочу. Могу не курить, если не хочу. Могу не сквернословить, если не хочу. Могу не идти в клуб, а потом идти в церковь, если не хочу. Могу не разводиться, если не хочу. Не вините во всем дьявола, потому что вы не подневольный человек. И если вы что-то делаете, то только потому, что сами этого хотите. Если вы что-то делаете, то только потому, что сами этого хотите. Если вы меня обругаете, вы этого хотели. Если я буду бронить вас, я этого и хотел. И дьявол тут ни при чем. Вы сами этого хотели. Мы были искуплены кровью. Это значит, что мы были оправданы. Послушайте. Мы оправданы кровью Иисуса. Праведность — это нечто такое, что было вменено, зачтено нам, и вместе с тем она заложена в наш дух. То, что нам вменилось, праведность, дает нам право обратиться к Богу. Бог зачел, приписал, возложил ее на нас без каких-либо усилий, без усилий с нашей стороны, а только благодаря крови Иисуса. Я праведен не по своим делам, а потому что мне дана Божья праведность. Позвольте объяснить. Приведу пример. Хождение в церковь не делает вас праведным. Десятина не делает вас праведным. Служение не делает вас праведным. Понимаете? Это не сделает вас праведным. Что делает меня праведным? Только Иисус и Его кровь. Благодаря этому праведность вменилась мне. Но хотя десятина и не делает вас праведным, праведники дают десятину. Хождение в церковь не делает вас праведным, но праведники ходят в церковь. Поймите, чтобы стать праведным, не надо ничего делать. Иисус дал вам праведность. А теперь смотрите, что делают праведники. Понимаете? Вмененная праведность открывает мне доступ к Богу. Эта праведность побуждает меня жить чистой и святой жизнью, принося плод праведности по благодати Божьей. Это стало возможным благодаря крови Иисуса. Наша с вами задача — научиться полагаться на кровь Иисуса Христа. Пришло время научиться доверяться Его крови. Вы полагаетесь на свои достижения больше, чем на кровь. Вы полагаетесь на людей больше, чем на кровь. Вы полагаетесь на свое образование больше, чем на кровь. Все, что мы имеем, все, чего мы добьемся, все, что с нами случится, сводится к крови. Причина в крови. Почему-то так мало христиан верит в кровь. Почему? Потому что они не знают о крови, не знают, что она нам дала. Кровь дала вам новое рождение, праведность, мир с Богом. В Божьих глазах вы праведны, и вы уже не грешники. Он видит вас во Христе. В Нем вы омыты и покрыты Его кровью. Вы приняты в возлюбленном. Он вменил вам праведность. Через кровь Иисуса в вашем духе живет Бог, Его природа в вас. Вы стали сопричастны к Божественному естеству. Ух ты! Вы стали... Мы стали причастниками Божественного начала, того, что делает Бога Богом. Вы стали частью этого. Бог дал вам свою природу, праведность, святость, чистоту, любовь. Дал свою силу. Праведность, идущая от Бога, не способна грешить. Однажды каждый из вас посвятил Богу свою жизнь. В ответ Он дал вам свою природу. Ту самую, в которой нет греха. Но мы не верим в то, что совершила кровь. И поэтому всякий раз, когда мы решаем что-то сделать, мы боимся признаться в том, что в нас обитает Божья природа. Смотрите, что написано в Библии. Ефесянам 4, 24. Ефесянам 4, 24. Скажите, я праведность Божья. 24 стих. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Облечься в нового человека. Колоссянам 3, 10. Да. Десятый стих. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего Его. Итак, запомните, облегшись в нового, который обновляется в познании. Дальше откройте 1 Иоанна 3, 9. Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в Нём. И он не может грешить, потому что рождён от Бога. А теперь то же самое в расширенном переводе. Никто, кто рождён, зачат от Бога, не будет умышленно, сознательно и привычно грешить, потому что в Нём обитает Божья природа. Его жизненные принципы, божественное семя, находятся у Него внутри. И он не может грешить, потому что рождён зачат от Бога. Другими словами, есть в вас что-то такое, что даже единожды, отступившись, вы не можете и дальше так поступать. Здесь говорится о необходимости облечься в новую природу. А как это? Через обновление разума. Без обновления разума вы не сможете облечься в новое. При этом Он уже вложил в нас свою праведность. Несмотря на то, что нам придётся изменить своё мышление, чтобы облечься в нового человека, Бог вложил в нас свою природу. То, что придаёт Богу Его божественную сущность, Он дал уже вечную жизнь. Она в нас. И когда вы грешите, это она заставляет вас чувствовать вину. Когда вы грешите, это она облечает вас. В этот момент ваша божественная природа говорит, «Не делай этого». Не делай этого. Мы все ошибаемся. Главное, чтобы это не вошло в привычку. Грешник — это те, кто привык грешить. Пусть праведность войдёт в привычку. Вот что помогает нам жить святой жизнью, день за днём поступая праведно. Бог не просто простил мой грех, а дальше действуй сам. Хочешь быть святым — постарайся. Старание не приведёт к святости. Святость — это результат обновления разума. Когда я мыслю, как мыслит Он, я буду поступать, как Он. И Его праведность во мне набирает силу. Бог вложил Себя в нас. Вы должны понять, что обновляя своё мышление в соответствии с Божьим Словом, вы увидите, как Божья природа проявляется в вас всё больше и больше. Вы можете не грешить, если не хотите. Но для этого вам нужно перестать жить, как все, начать читать Библию и применять её в своей жизни. Итак, мы искуплены. Скажите, «Я искуплен». Мы оправданы. Скажите, «Я оправдан». Хорошо, дальше. Не слушайте ложь дьявола. Библия называет сатану клеветником братьев наших. Не слушайте его обвинения. В попытке помешать нашему росту и застопорить движение вперёд, он напоминает вам о прошлых грехах и неудачах, наполняя душу чувством вины и осуждения за грех, в котором вы уже искренне раскаялись, и который покрыт кровью Иисуса. Он охотится за вами, делая ощущение собственной греховности настолько реальным, словно крови Иисуса вовсе не было. Он постоянно обвиняет вас, лишая возможности эффективно служить Богу, потому что нельзя быть эффективным в служении, не будучи уверенным в Боге. Чувство вины препятствует эффективному служению. В ряде случаев это может перерасти в депрессию и отчаяние, что ведёт к внутренней опустошённости. «Я такой плохой. Бог меня не любит. Меня никто не любит. Я никогда себе не прощу. Клеветник братьев наших вышел на охоту». Если вы постоянно живёте в прошлом, хотя вы уже покаялись и приняли решение жить с Богом, дьявол не прекратит вас мучить до тех пор, пока вы сами позволяете ему это делать. Не слушайте его. Он всё лжёт. Но слава Богу, что нам дана победа над ним. А как? Как это возможно? Кровью агнца. Кровь очищает наши грехи. Это кровь Нового Завета. Давайте посмотрим, что написано в слове. «Пришло время избавиться от этого раз и навсегда. Мы падаем, но встаём. Мы ошибаемся, но идём дальше». Смотрите. Евреям, 10 глава. Я уверен, что это главная причина, почему люди уходят из церкви. Почему они перестают молиться, теряют спасение. Евреям, 10, 16. Здесь сказано. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». Исайя 43, 25. Исайя 43, 25. Вот почему я обратился к слову, чтобы вы знали, что я ничего не придумал. Так говорит Писание, и это обращено к вам. Исайя 43, 25. Здесь сказано. «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Как же так получается, что когда Бог говорит, что не помнит вашего греха, вдруг выясняется, что у вас хорошая память? Что-то в этом есть. Бог говорит, «Я не помню ваш грех, а вот готовы ли вы сами его забыть?» Интересно, кто из вас все еще помнит свои грехи? Все еще помнит тот день, когда это случилось? Иеремия 31, 34. Иеремия 31, 34. Здесь сказано. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, «Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомяну более». Римлянам 11, 27. Римлянам 11, 27. «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». «Ор willingly Sm M М М М М М а а Субтитры сделал DimaTorzok ВИДАЛЬНЫЙ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 ВИДАЛЬНЫЙ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ!